Субтитры сделал DimaTorzok в кадре видео будете включать на канал сергей михалов да видео будете включать идет запись камеру чуть пониже опустите значит просмотрел начал знакомиться я с материалами и малюты просмотрел сейчас материал под названием и под названием игры богов вот просматривали еще с товарищами как бы на предмет сочетание с предстоящим земским собором потому что я сделал акцент что вы обратили внимание что в той динамике в том режиме как идет земский собор может выдать не всю эффективность да не в том состоянии что прибывает вся оппозиция так я не не веду это плотную так сказать вот в широком смысле было приведено здесь давно кажется вот не мы можем вылезть годами вот а просто и вся оппозиция и оппозиционеры к оппозиционерам вот ну это просто из состояния это лучшая новость для власть придержавщик и плохая для них самих уже не придумаешь так то есть люди надо переоружать я имею ввиду крица не ракета просто мозги мозги на другие представьте пожалуйста как вы видите чем может быть интересен господину лермонтову сказали что у него зам рыбин да я не будем корица вот и вспоминать людей вокруг да около речь не видно тем более что значит у меня нету привычки значит вот говорить о чем я с кем-то говорил так вот я сниму цель врача и поэтому у нас этим более строго чем на исповеди вот поэтому значит важно концептуально говорить вот там лермонтов и лермонтов звери не звери малюта не малюта вот самое главное вот это выбор цели выбор цели в общем-то вызывает только аплодисменты возрождение россии ну кстати я вам говорил я член американского мото общества желаю самого лучшего америки для этой ей надо резко в первую очередь еще больше чем нам и просто надо поменять мозги так если нам надо поднять то есть то качество что есть я имею по крайней мере лучших умах то у них просто нету этих лучших умов там ситуация просто они не только выражают время от времени там тем то другим странам они угроза сами для себя понимаете они угроза сами для себя поэтому тут не дело о том что кто-то что-то кому-то полезен не полезен есть школа есть школа здравого смысла можно предложить господине малюте там выступить как определять тему сам он обозначает тему мы обозначаем что нам интересно россии техоокеанство которое как бы озвучивает господин девятов чтобы произошло обмен мнениями с девятым то есть в каком формате как вы это видите переговорите вот напрямую вот заинтересованным так сказать задействовать даже не заинтересованным здесь лечь мне об интересе так интерес это мелко есть в общем то какие-то обязательства перед своим народом да в конце концов перед собой самим так и господом богом вот поэтому лучше всего конечно вот переговорить выбрать то с чего начать значит можно с любого с любой из этих этих тем так лучше конечно начинать с наиболее приоритет что вы считаете приоритетом давайте тогда мнение я я в этом не вмешиваюсь значит там у вас в общем то я отслеживаю постоянно что-то в Москве происходит самые актуальные темы вот поэтому я не берусь давать совет всегда давать совет это ответственность понимаете то есть значит если счет советую что будь готов первые шаги сделать сам я ближайшее время она что там в Москве не планирую быть даже просто так физически вот поэтому лучше всего переговорить на прямую с малюшкой и правимовую вернувшему малюте и отдельное вместе и девятого ну естественно чтобы вы при этом были поскольку процесс открытый и нужно это дело отразить на глобальной голове так я тут камеру пытаюсь выставить камеру да у зрителей как раз сейчас наблюдают ваше лицо крупным планом и на сверху языки мира малюта описывать что нужен формат новый формат мышления до новый формат мышления и что у нас достаточно мало времени и наши силы в наши в том что нас считают мертвецами и от мертвецов ничего не ждут ну я не думаю что так до конца вот они разве считали мертвецами то хоть какие то бы даже вот эти деньги что дают нашим на подкуп должностных лиц и так называемой оппозиции я думаю значит и тот подкуп значит а он бывает в косвенной форме и тем же российским властям и той же оппозиции прямой форме вот если это дают значит что они до конца считают мертвецами то есть вот может быть хотят просто чтобы уже надежнее заколотить крышку гроба вот но дело в том я говорю что здесь призвание собора конечно правильное так и у нас когда вот эти все изменения случились в общем то каждый крат шаг был нелегативным с точки зрения вот юриспруденции и у вас тоже значит меняли конституцию и у нас везде так вот там было просто руководствовались политической вернее даже не политической а партийной цели собрали правильностью групповой вот под влиянием эмоций ну и в конце концов стали все ставили всех перед фактом поэтому собор вполне может начать ставить все на солидные ноги в общем то законодательные процессы в той же россии вот реже здесь на самом деле не идет о том чтобы вот и девятую на эту тему говорит чтобы там кого-то скидывать вот просто то качество работы парламентарию не только у нас у вас вот но и в самой америке вот она не отвечает уровню необходимым так поэтому скажем у нас действительно поведение как у значит людей лежащих в реанимации вот а в америке они расписали в общем-то в полном фиаско идейном что не могут руководить миром значит вот планово планово то есть даже планировать какие-то удары собственными средствами уже средств у них не хватает поэтому значит значит эти вещи предвидели умные люди я там не берусь тянуть думаю так значит вот что-то можно найти у и у и и пригожина начало того как будет развиваться значит он продавил научные физические темы на самом деле там есть и для политики поскольку большее включает меньшее а балом тогда он говорил о неустойчивости вот поэтому сейчас америка расписалась в собственном фиаско я имею ввиду высшие руководства высшие руководства там разные спецслужбы мозговые трески то раз мы не можем руководить миром даже применяя грубую силу так бомбардируя бомбардируя то есть выход значит вот заняться подстрекательством конфликтов вот и тогда за небольшие деньги можно значит добиваться своих целей но это я не говорю подло в общем то для людей подлых понятия морали и на общем то вне добра и зла вот а просто я говорю что глупо есть вот именно у аутеров выходцев из советской системы прежде чем конечно я начал бы с имен которые от носителей которых уже не с нами вот это зиновьева александра зиновьева вот люди оставили колоссальное наследие вот они уже так сказать в прошлом поэтому можно без эмоций слушать и читать то что сказали они так вот ну вот правильно сказал что ссср это вершина на сегодняшний день развития человеческой цивилизации запад чего он собственно говоря начал то чтобы рушить сср они начали собственное загнивание вот эта сексуальная революция все эти панки вот эти хиппи так сказать вот вот они показали как весело можно катиться при из кухне да вот ну и поэтому конечно вот те кто принадлежит большинству народов вот эти все стадами значит вот весело через дискотеки футбол вот концерты вот они собственно и катятся в ад так поэтому единственное вот земля с которой может исходить во-первых тормоз а во-вторых значит подъем для всего человечества так потому что мы живем уже в глобальном мире так без этих всяких разных вот будущих проектов мгновенного перемещения из точки в точечку сейчас достаточно быстро можно долететь имея энергию или деньги дешевые да дешевые энергии или в общем-то большие деньги можно долететь любую точку планеты так вот а собственно говоря вот очень важно вытащить ситуацию разрулить ее так вот что для этого надо значит по энергии я говорю любое количество энергии можно получать причем я имею ввиду не на основе тупых технологий вот те кто восходит там крокфеллером вот этим богатеньким буратино вот она особенно новейших или в общем-то относительно новых изобретений которые лежат без движения вот но прежде всего это надо переступить только мозгов и собственно говоря что делает малюта я вот сделаю такую аналогию с компьютерами вы знаете что есть железка компьютер это железка ну так и то самое человеческие аналогично этому мы сопоставим человеческий мозг значит чтобы выполнять программы компьютеру так необходимо что операционная система так вот то что делает малюта это возможность не просто написать еще какую-то программу значит вот лучше или хуже а поменять операционную систему чтобы работать мозги работали эффективнее но раз будет маги мозги работать эффективнее причем не по сопоставимо не сопоставимо эффективней вот то есть человек начинает видеть то что в нынешнем так называем нормальном состоянии просто себе не может вообразить буквально не сказки сказать не перрон так вот то есть не могут и я не думаю что в власти до его позиции все уж собрались враги сами себе вот просто люди зациклены на старых подходах они считают что это испытано проверено вот ну так вот проверено дорога на скотобойне так если людей и люди доводят себя до состояния скотов вот естественно значит у них одна дорога на скотобойне а поэтому нас вот кто начнет с изучения этих вещей так даже не изучение освоение ну конечно надо ознакомиться вот тот и будет впереди тот и будет среди большое спасибо что вы провели такой образ как операционная система потому что ролики я делаю для для аналитики для первых государства они любят такие термины а я знаю что в россии нету ни чипов мире своих не операционных систем нет а на самом деле у нас это дело было кстати вот компьютеры которые были сделаны плане в киеве у русского то значит там один из компьютеров ну конечно там все было на лампах когда еще транзисторов практически не было в таком ширпотребе а может быть вообще вот что они делали аналитические операции и американцы его то что было по моему компьютер запущен пятьдесят шестом году если мне память не изменяю это легко остановить вот по моему машина мир называлась это американцы сделали процессор который ну это конечно уже новая элементная база который делал часть операций таких же так только в восьмидесятом году или позже понимаете какой разрыв ну 24 года я считаю это немалый разрыв так поэтому значит вот это для наших первых лиц государства значит там одного или другое третьего вот от чего они откажутся они вот помните замечательные слова сказал горбачев сделал этот взброс нам нужно новое мышление но поскольку он не знал что такое новомышление пошел по пути пути сдачи значит своих позиций и страны вот и из руководителя практически государства номер один в мире в общем-то там немного оставалось вот но по крайней мере на равных работали с америкой вот то на кого он превратится вот кого он превратится пенсионера поэтому если вот эти первые лица хотят пойти в историю так войти в историю то нужно делать большие дела так не для себя лично потому что для себя лично это только жулики делают так воры за это сидят тюрьмы вот или же они вляпываются в историю собственно говоря это пока происходит вот сейчас они не входят в историю а вляпываются в историю понимаете да 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 мне в общем-то когда я в своем институте работал наш институт имени подстрича он сейчас называется вот когда вот начало значит у нас это выдвижение в парламент то на одном собрании у нас вы выдвинули по-моему 5 человек которые прошли в верховный совет украины ну потом значит и меня после этого значит как-то подбивали то давай иди да вот но я понял что что то здесь не то вот надо прийти занимать значит свое место а не подсиживать других вот я в общем-то понимал что ну на том уровне вот даже я не был готов так ну эти пятеро имели вот то ли смелость то ли наглость сказать да мы готовы мы все знаем вот поэтому значит вот и в наших парламентах сидят люди которые считают мы все сознаем вот и при власти люди которые мы все знаем все можем но где результат так какой результат результат плачевный даже хуже чем плачевно страна вот 20 лет назад 20 лет назад вот была мозгой то ли первый то ли второй ну как смотреть по каким параметрам по социальным гарантиями прочим 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 безусловно вот с опережением как минимум на 20 а может на 50 лет шли перед америка и перед европой сейчас где так ну я в общем-то просто не смотрю эту статистику это просто потвером берет это надо же постараться и вот эти люди которые в общем-то руководят и ну в сумме я не исключаю там не искать мне я не исключаю что кто-то отдельно или все они даже в отдельности взятые вот чуть ли не но это коллективно для коллективного органа важен какой суммарный результат суммарный результат не просто нулевой он резко отрицатель ну и что вам аплодируют все русско слышащие граждане планеты подпишется каждый подпишется каждый они нет у нас во львове на такие в общем-то принято такие слова встречать и ну я имею ввиду одобрительно но кричат альба то есть позор ну позор тем что в общем-то я говорю что сейчас вот у них есть уникальный шанс есть технологии стать если кого-то интересует деньги пожалуйста значит могут заработать деньги вот но опять же долг деньги дурак не держит есть послойца почему бедные потому что глупые ну а глупые потому что бедные так но самом деле определяющие есть то что глупые поэтому самое главное это всячески стараться поуметь и для этого мало разобраться что там было хорошо при царе горохе что было хорошо при царе николае что хорошо при сталине что хорошо сейчас так вот есть такое вот пословица не гляди что на груди а гляди что впереди а будущее весьма тревог так поэтому выход один надо просто своевременно реагировать надо причем не своевременно просто а упреждающий так не так вот как вот это 9 говорит прогресс что мы интерполируем а уже начались действительно перемены начались катастрофы вот и экологические и прочее и здесь ожидать того что мы выйдем на как на какой-то значит цикл так вот как китайцы вот раньше когда людей было довольно много мало то значит сидим на этом месте проели сожили все деревья так ушли значит вавилон так там все прожили ушли значит там значит допустим северную африку там все корица дожили пошли в европу и потом дальше можно кочевать но дело в том что кочевать уже практически некуда ну почти некуда поэтому надо сесть вот и разобраться вот взяться за руку и именно это замазать поэтому насчет я говорю что это не проблема значит вот если америка не знает на самом деле и она в таком отчаянном состоянии что не способна готовить свои кадры научные так а только вот эту торгует зеленой карты так то нет вопросов успокойтесь ребята если у вас там какие-то страхи еще будет тут ну вы знаете что слабонервных пугают даже покойники даже покойники снятся и на нас хватит и на вас хватит и денег но при все нужно готовить мозги поэтому надо менять операционную систему вы помните какая первая операционная система была это одна одна задачная мсдос из популярных там по моему версии 1.0 1.1 так и ну вот это мсдос потом началась windows у нас задачная на самом деле ее обогнала существенно многозначная значит вот операционная система линус ну или это популярного там были значит 3bsd значит там это и прочие-прочие коммерческие разработки так вот это они запустили позволили на одном и том же железе так одной железке на том же компьютере запускать сразу несколько задач и компьютер сам уже регулирует какой задачки предоставить какие ресурсы чтобы не простая так вот собственно говоря значит вот у малюты вот вводится этот может быть своего рода параллелизм параллелизм ну на западе там кстати есть очень интересный человек эдвард дебоно слышать о нем наверняка правда нет нет я так есть и книжки водная логика параллельное мышление но он сам психолог поэтому там уровень не такой технологический полезно для всех вот но трудно для освоения здесь в общем то вещи тоже непростые так но можно освоить я между то что умолить да слушай вас малюта указывала в своих речах что необходимо очень жесткая структурная управленческая система ну значит конечно если садишься за руль то должен жестко четко знать правила так езды знать свою машину вот на самом деле человек который знает правила езды знает свою машину так знает дорогу он едет по ней более свободно поэтому на самом деле значит вот здесь не только вот построение более четкая иерархии так то есть когда люди занимают каждое свое место так вот если дурака валял в школе занимайся дальше трудом будь на подхвате если ты корица вот не вылазил из библиотек раньше обычных теперь из интернет библиотек конечно можешь претендовать после того как сдашь просто экзамен или жизненный экзамен на более высокое место в сумме конечно если это идти нынешним путем то есть вот пробиваться в лидере на пути прогресса конечно такие люди добиваются для себя колоссальных зарплат ну а в окружении живут вот это такое название жизнь если же значит вот на верх идут люди действительно морально которые а мораль в чем заботиться о других то естественно всем остальным перепадает намного больше иметь какие-то иллюзии что вот мы значит вот нас пихнули раз пять лет на избирательный участок это так называемая демократия и течение пяти минут мы принимаем решение и потом в общем-то отходим сторонку и в лучшем случае вот на кухне там или значит оппозиция будем критиковать существующий так строй надо работать постоянно так то есть кто по крайней мере кто хочет управлять должен работать постоянно над собой прежде всего ну и для других и для других тогда в общем то естественно его позиция легитимно 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 если на счет после себя грибешь ну уже значит вот это счастливое время вот этих у кого жизнь удалась на хапали на фито вот так сказать в кавычках приватизацию хапали влезли в пропал звук 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 уплыл уплыл звук нету звука нету звука вот вот шебуршение слышно мы раз раз проверка связи может быть просто корица перегревается компьютер она сейчас появился звук нормально и жарко у нас поэтому техника перегревается да поэтому значит вот прежде всего здесь раз есть инициатива вообще гражданская вот этот собор то нужно в конструктивном плане помочь власти вот те что сейчас вот в наших парламентах заседают у них нету времени понимаете то есть они там и восемь и десять часов могут заседать вот повторяя раз программы неважные принимают они вот то что значит вот это компьютер есть такое значит вот замечание что что такое быстродействие компьютера это мера его способности совершать ошибки вот поэтому значит если на этом уровне исполнительная власть законодательная судебная будут работать то они все более быстро будут совершать ошибки поэтому ну нет смысла и как-то добивать вот их проблема в том что они сами себя добивали нас добивает придут придут добиваетесь свою страну добивает вот ну причем не это не наверх это результаты результат если посмотреть на результаты их работы это так что простым гражданам делать да не ну просто нету простых граждан все мы сложные так значит просто значит вот у как у каждого есть своя вооруженность энерговооруженность и вооруженности интеллект пропал 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 звук вы что-то там дотрудно еще раз прослушали сейчас сейчас до заново пожалуйста абзац да значит нету простых людей вот человеческий мозг имеет колоссальные возможности так ну и частности вот усилением этих возможностей занимается аналюта и поэтому значит единственное почему люди себя чувствуют простыми у них нету просто говоря адекватной методологии чтобы работать со сложными задачами то есть если кто-то хочет заниматься своими личными делами пробиваться в лидеры лично для себя так это между прочим весьма простые задачи на самом деле вот и поэтому значит даже для тренеров этих людей которые специально тренируют лидеров вот методы малюты абсолютно нужны они друг друг другую сторону значит вот ведут всех нас вниз малюта из тех которые поднимают поэтому конечно подъем тяжелее подниматься в городу всегда труднее надо делать над собой усилия вот и поэтому кстати говоря зиновьев обратил внимание на то что простым людям в этом плане проще они просто вот оглуплены поэтому в каком-то плане это чистая доска на ней легче писать так называемые профессионалы я уже говорили вот я принял это обидное но справедливое значит название для них профессиональные идиоты вот стоит супер профи узком направлении вот зиновьев обратил внимание всех нас на то что эти люди новые не приемлют активно вот если так называемые простые люди они новое не приемлют пассивно то и живут так ну как-то перебьемся вроде бы значит вот своя рабашка к телу ближе поэтому как-то вот надо думать о себе они о глобальных проблемах да вот кто так думает он никогда не начнет подниматься сам который думает в общем то мыслит все более лобально вот он неизбежно начнет активизировать активировать свой мозг развивать свои способности вот и мозг собственный сгенерирует немало и мало поэтому значит вот я думаю участников земской особо пропал звук стоп 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 пропал звук 5 секунд назад внимание вы меня слышите нету звука нету звука нету звука нету звука звука нет нету звука а вот сейчас звук появляет нету нету так есть нету прорывается где-то контактик отходил по моему просто-напросто значит сейчас вот есть звук все нормально хорошо поэтому проблема вот земского собора туда соберутся в основном непростые люди и поэтому для них вот типично то что сказал земной активное неприятие нового активное вот поэтому значит вы можете заметить что будут ставить акцент на возрождение монархии или на возрождение советского союза значит вот или еще какой-то там может быть и какие-то супер древности российские которые только раньше в сказках или в легендах но мало кому придет мозги то что уже нельзя войти в эту старую речку нельзя не в империю войти вот не советский союз нельзя вернуться так нужно идти дальше вот на уходу перестраиваться а что это настолько новые новые инструментарий вот если это необходимое условие вот это интеллектуальное переоружение это необходимые условия успеха собора вот если они не поставят перед собой такую задачу не привлекут к ней вот они собираются же там у вас там пригласить хотя бы треть чтобы делегатами были делегаты из местных советов вот если они не привлекут этих людей вот 100 но не получится генерации ничего нового будет солянка красивых предложений а все получится пустышкой пустышкой вот поэтому прежде всего нужно перевооружиться и ухватятся эти вещи у вас ну то значит есть благоволение неба а если нет ну чё что уже не раз и попытки сделать какую-то новую партию какое-то новое движение терпели полный фиаз кто так сказать успешен кто прагматически цепляется за власть перепрыгивает из одной партии другую без всяких принципов вот но это все значит кто течет по течению это не активные на самом деле то есть они активны в том что проявляет свою пассивность интеллектуальную и духовную до суши раз но в принципе у меня все я все что хотел записал продолжаем анонсировать прямой эфир с господином малюты будем пробовать в понедельник организовать выйти чтобы вы могли принять участие побеседовать что также я надеюсь мы участие не обязательно значит я с удовольствием послушаю вот я люблю больше слушать людей вот проблема собора вот этого и других организаций и встреч которые будут то что люди захотят себя показать они ответить себе честно на вопрос а чем я пришел чем я принял пришел так что я принес в общую копилку вот это первое и второе согласуются ли мои пожелания вот с предложениями не менее интересными других людей поскольку предложение будет разноплановые возникнет про проблема как это все сшить вместе так чтобы не получился при этом тришкин кафтан да вот другой методологии чем работа с гиперкомплексами то есть пособа комплексными особо сложными системами чем малюты значит мне на сегодняшний день неизвестно найдете такое с меня причитается сергей михалов скажите пожалуйста вот мое видение как управленцы я понимаю что когда есть ну где-то засор его надо пробивать вот у людей у людей у нормально живущих на земле людей проблема энергетики вот здравомыслящие люди которые сидят и проводят как бы и собор и другой как бы понимают что энергетика но как-то это потом хотя в этом плане не правы значит дело в том что если выбросить дешевую энергию на рынок а то представьте значит начали на заправочных заправлять в 3 раза дешевле так это реально это реально вот по новым по новым этим так сказать нашим подходом нужно вы же видите что значит и экологию начнут портить еще быстрее вот и аварий добавится на дорогах не мы не смотрите мы опять с галактического уровня вернулись на мелкую мелкособственность тактическую задачу я вам говорю о другом что стратегически люди получат возможность проживать в любой точке планеты гарантированно обеспечить себя теплом безопасностью водоснабжением питанием и так далее вот о чем как бы идет речь что перестройка о чем говорит малюта зачем перестраивать мозги если мы оставляем сырьевую экономику как только мы внедряем хоть одну технологию из разряда того чем вы занимаетесь это означает прорыв плотины пропал звук пропал звук да 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 сейчас есть в этом совершенно это совершенно верно значит вот только по одному изобретению так люди теряют вот только по одному только по одному минимум то 35 тысяч долларов на человека в год это в первом движении от сомневаюсь возможно и в десять раз больше ну конечно если рам если работать если работать как тем более как китайцы так то есть упорно они вот просто есть новые технологии вот мы проголосуем за них и ничего делать не будем так нет нет вот старейшина европарламента от а фан азу подсказал интересную мысль что для практической политики нужны три вещи это четкая речь ясная речь достойные доверия личности и упорный труд так то есть нужно безусловно но новые новые уровни зрения вот он и получше распространение только через людей которые в общем-то себя не сожгли вот морально вот и работать надо понимаете вот придется работать а так конечно я согласен действительно можно будет жить хоть на северном полисе в тепле так вот для этого нужно действительно новое мышление новое мышление понимаете опять мы как бы отходим я хочу сконцентрировать внимание как бы но моя деятельность как раз направлена на то чтобы сконцентрировать внимание смотрящих и слышащих людей на осознание важного момента что мы находимся в ключевой точке развития цивилизации сейчас сейчас научно-технический прогресс позволяет остановить методологию убийства друг друга в борьбе за ресурс и перевести методологию мышления в благо дарение созидания вот это вот о чем глобально потому что люди слушают земский собор он может проходить два дня три дня пять дней и люди не будут понимать ради чего все это происходит когда во главе угла ставится что это новый научный парадигма позволяет вплоть до свободно перемещаться в космическом пространстве не говоря уж о том чтобы решить все бытовые проблемы которые существуют на земле и земский собор собирается в том числе чтобы понять как согласовать это все и внедрить вот это вот это круто конечно конечно если земский собора приедет во первых приедут люди с мозгами подготовленными для принятия решений так то есть и пройдут общую значит вот предварительную подготовку так и они приедут с тем что значит вот привезут новые технологии потому что по россии и у нас россияна масса одного я я не хочу чтобы они поняли что я радую только за какой-то наш ряд так всему свое место понимаете в том числе технология том числе и технологии нет ни одной технологии которая была бы все объемлищей всему свое место и время поэтому если люди приедут во первых с новыми мозгами сейчас практически ни один из мозгов которые анонсированы для участия в соборе даже включая замечательные руководства там сильно замечательные люди вот нет не находятся на этом уровне не прибывают это я говорю как просто как диагноз и второе значит вот если они приедут и люди видят это люди с новым мышлением с новым уровнем мышления и эти решения и во вторых они приехали с конкретными предложениями в той же энергетике вот каждый из своего региона привезет анонс каких-то изобретений вот естественно люди увидят что это серьезно это серьезно ну а кто будет дальше сидеть отсиживаться вот он останется за бортом никто силком никого тянуть в районе не будет есть и просто злобные силы которые хотят надо чего не так вот им это нравится так чтобы мы были по-прежнему глупые у вас только глупая это или обе или абсолютно или относительно абсолютно если человек вообще ничего не учится относительно если недостаточно учиться так вот поэтому значит приедут люди с новым новым и духом и новым то есть и идеальным и материальным так вот это то что надо вот я вам желаю в этом то что вы продвигаете именно эти две вещи вот всяческих успехов большое вам спасибо огромное наш сюжет длился сейчас я скажу сколько ого 46 минут я записал на вашем фоне параллельно картинки разные интересные идут думаю вам понравится мой видеоэксперимент а зрителям понравится то что вы говорите спасибо вам огромное за ту аналитику за те примеры и что уделили нам время спасибо вам всем желаю самое главное здоровье вот и работать прежде всего нас над собой и в коллективе связки связки да все спасибо до свидания все доброго субтитры Технологии, свободная энергия, магнитные потоки Цифровая Россия, скорее приходи Прорывные технологии, скорее приноси В каждый дом со спутника ты знания неси Россия молодая, мы уже в пути Принимай идеи, и мы будем впереди Наш народ себе уверен, сможешь и себя найти Глобальная волна подхватит и тебя Делай как я, двигай как я Делай как я, двигай как я Делай как я, двигай как я